Если воды по шею, а спасательных лодок вокруг не видно, то в ход идут любые плавсредства, например, матрасы. Или вот такие лодки. Это жители села Дубовцы Галецкого района Ивано-Франковской области. Они приглашают съемочную группу Deutsche Welle проехаться на этой лодке. Практически универсальной. В ход идёт даже лопата. Мать, по шею воды? Которые в первые два дня после начала паводка привозили на вертолёте МЧС. Мы сами себе МЧСники на своей улице. Вода залила село в ночь на 24 июня. Как говорит София Коржак, вода приходила очень быстро. Буквально за час залила всё вокруг. Наша лодка плывёт над сельским парком и футбольным полем. И приближается к дому Ивана и Марии Наривайчук. Им за 60, и они не могут выйти из своего дома уже три дня. Ночуют под крышей. В доме по колено было воды. Супруги помнят предыдущий паводок в 2008 году. Иван считает, что все противопаводковые мероприятия, которые были сделаны за 12 лет после того, оказались недостаточными. Одни бандиты и злодеи при власти. Почему дамбу не сделали по-человечески? Её прорвало. Деньги разворовали. Негодует не только Иван. Населённый пункт затопила вода не из Днестра, на берегу которого расположено село, а со стороны горных речек, где после паводков 2008 года построили дамбы. Сделали дамбу там ниже за мостом. Её совсем не надо было делать. В воде некуда было уходить. Перекрыли нас снизу по течению. Сделали из села такое себе корыто. И налили воду. В результате паводков в Закарпаттии было затоплено более 13 тысяч домов. Повреждено более 300 километров автодорог, 130 мостов. Три человека погибли. Масштабы разрушений могут быть более серьёзными, чем 12 лет назад. Правоохранительные органы не исключают, что может быть открыто ни одно уголовное производство. Если есть вина отдельных чиновников и есть факты, мы будем привлекать их к уголовной ответственности. Полиция и МЧС Украины работают в усиленном режиме, помогают людям откачивать воду из дворов. Ресурсов не всегда хватает. Украине предоставляют техническую и финансовую помощь стран ЕС. Одной из возможных причин масштабных паводков в Западной Украине называют массовые вырубки карпатских лесов. Прокуратура Ивано-Франковской области уже открыла уголовное производство по этому факту.